Добрый день! Вы смотрите новости на телеканале Катунь24. Коротко о главных событиях Алтайского края расскажу вам я, Кирилл Гусев. Новую спортивную площадку откроют в Павловске к концу этой недели. Она появится в рамках федерального проекта «Спорт Турможизни», что увидим на обновленном стадионе. Дорожно-строительный сезон завершается в Барнауле. В этом году ремонт окончен практически на всех участках. Сколько километров дорог отремонтировано в краевой столице? В одной из многоэтажек Барнаула жильцы заметили сильный запах газа, который распространился по всем этажам. Источником оказались открытые баллоны в подвале дома. До 250 миллионов рублей увеличат в следующем году объемы расходов на реализацию проекта поддержки местных инициатив в Алтайском крае. Такое решение принял губернатор Виктор Томенко совместно с депутатами Краевого ЗАГС Собрания в связи с большой заинтересованностью населения и муниципалитетов в участии в данном проекте. Количество поступающих заявок ежегодно увеличивается. Также высказывались пожелания увеличить размер субсидий на реализацию одного проекта. По итогам рабочих совещаний, посвященных подготовке проекта бюджета региона на будущий год, приняли решение. Увеличить размер субсидий на реализацию одного проекта – 700 тысяч до 1 миллиона рублей. Напомним, проект поддержки местных инициатив успешно реализуется в регионе четвертый год. Главная цель – вовлечь жителей муниципалитетов в решение вопросов местного значения, которые волнуют население. Новую спортивную площадку откроют в Павловске к концу этой недели. На ней разместят около 16 тренажеров, теннисный стол и баскетбольное кольцо. Площадка в селе появится в рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни». Монтажные работы уже идут. За их ходом наблюдала наша съемочная группа. Резиновое покрытие новой спортивной площадки в Павловске мягкое, а значит менее травмоопасное. А главное, ему не страшны сибирские морозы, что важно в преддверии холодов. Летнюю площадку устанавливают в осенний сезон из-за тренажеров. Их доставили в село только неделю назад, прямиком из Санкт-Петербурга. Осталось дождаться теннисного стола. Его заказали во Франции. В итоге жители села получат полноценный спортивный комплекс. 16 тренажеров для всех групп мышц, теннисный стол, баскетбольное кольцо и дорожки для челночного бега. Площадки размещают на стадионе «Юность». Рядом два детских лагеря. Также школьники со всего Павловского района будут сдавать здесь нормы ГТО. Это выпускники, которые получают за значки ГТО дополнительные баллы для поступления. Они сдают нормы ГТО здесь, у нас в Павловске. Поэтому, когда здесь будет в одном месте и все оборудовано, конечно, это будет удобно и для детей, и для тренеров. И площадку ждут, конечно. 3 миллиона рублей на покупку и доставку тренажеров выделены из федерального бюджета по программе «Спорт. Норма жизни». В рамках проекта спортивные площадки в 2019 году появятся в 25 районах края, в 2020 году в 13 районах, в 2021 – в 8. А в Павловске монтажные работы планируют закончить уже к концу этой недели. Возможно, посетители площадки еще успеют здесь заняться спортом в хорошую погоду. Иван Горбатов, Антон Червяков. Новости. В одной из многоэтажек Барнаула жильцы заметили сильный запах газа, который распространился по всем этажам. Источником оказались открытые баллоны с газом в подвале дома. Однако в управляющей организации говорят, что это ложная информация. Подробности в нашем следующем сюжете. Резкий запах газа в квартирах с первой по девятой этажи. Срочная эвакуация жильцов. И это не учение. Для жителей дома на Антона Петрова 254 такой сценарий оказался печальной реальностью. В подвале здания они обнаружили несколько газовых баллонов для сварки. Как оказалось, их оставили рабочие. Эту картину наблюдали жители дома. Как они сами говорят, обстановка напоминала притон. Жильцы сразу же вызвали полицию, пожарных и сотрудников газовой службы. Затем они назначили встречу с руководством управляющей организации, чтобы узнать, как потенциально опасные баллоны оказались в жилом здании. И почему в подвале дома находится так называемый притон. Когда у нее начали спрашивать, что же за пустые баллоны, которые наполнили весь подъезд с первой по девятый этаж через улицу. К сожалению, председатель ответить ничего не смогла. Почему вообще сантехник находился в ночное время, тоже пояснить не смогла. Также попросились жители сходить на экскурсию в этот подвал. Обнаружили там спальные места, три дивана, постельное белье, подушки, одеяла, горы мусора строительного, пивные бутылки, бутылки из-под водки. В управляющей организации и вовсе обвиняют жителей дома за ложные показания. В частности, старшего подъезда. Сам председатель ТСН разговаривать с нами отказался. Кто виноват, решат в правоохранительных органах. А пока жильцы надеются, что их дом больше не превратится в потенциальную бомбу. Вадим Слюсарев, Ирина Харитон, Антон Червяков. Новости. Дорожно-строительный сезон завершается в Барнауле. В этом году ремонт окончен практически на всех участках. Осталось нанести разметку лишь на нескольких объектах. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году построили и реконструировали 48 километров дорог. На это потребовалось 965 миллионов рублей. Самый масштабный ремонт закончился в срок на проспекте Ленина. Его расширили в районе улиц Красный Текстиль, Чехоносово и Матросово, где чаще всего возникали заторы. На некоторых участках дорог с высокой концентрацией ДТП установили камеры фиксации нарушений, светофоры, а также искусственные неровности. На улице Попова ремонт завершат только в 2020 году. От Лосихинской до Трактовой сделают дополнительные полосы для движения. Все задачи, которые правительство края нам поставило, мы все на сегодняшний день уже выполнили. Должен сказать, что мы уже и перевыполнили часть работ, которые идут по переходящим объектам. Все работы, которые связаны с асфальтобетоном, все завершены. Сейчас идет, как мы говорим, причесывание объектов, расстановка знаков, где-то рекультивация чуть не доделано. А все работы, согласно графику, согласно контракту, уже завершены. Футбольный клуб Новокузнецк выиграл Кубок Сибири среди любительских команд, обыграв Том М со счетом 3-0. Матч прошел в Барнауле на стадионе «Полимер». Команда из Новокузнецка завоевала Кубок Сибири среди любителей в третий раз подряд. В финальном матче против молодежного состава «Томи» новокузнецкие футболисты забили три мяча. Томской команде реабилитироваться не удалось. Итог встречи 3-0. Обе команды в Новокузнецк как победитель зоны, а Том М как финалист получили право сыграть в финальном турнире первенства любительских футбольных клубов в Сочи в ноябре. Также за организацию и проведение финала Кубка Сибири и подготовку поля к игре на церемонии награждения отметили директора спортшколы «Полимер» Павла Сальникова. Футбол есть футбол, игра состоится в любую погоду, поэтому все, что могли, организаторы сделали, то есть убрали, очистили поле от снега. Алтайские легкоатлеты Сергей Шубенков и Полина Миллер принимают участие в седьмых всемирных военных играх в городе Ухань, Китай. Они проходят с 17 по 27 октября. Всего же в программу соревнований включены 32 вида спорта. Сборная команды Вооруженных сил России примет участие в 23-х – стрельбе из лука, боксу, велоспорту, конному спорту и других дисциплинах. Сергей Шубенков участвует в соревнованиях спринтеров-барьеристов на дистанции 110 метров. А Полина Миллер поборется за победу в гладком беге на 400 метров. Соревнования легкоатлетов на играх начнутся завтра, 22 октября и продлятся пять дней. Ну а пока перейдем к другим темам. Главное бизнес-события года. В Барнауле прошел форум «Сибирский трамплин». Он объединил 182 участника. Эксперты мирового уровня рассказали барнаульским предпринимателям о новых трендах в управлении персоналом и цифровизации в бизнесе. Хедлайнер форума Петр Щедровицкий – теоретик 4-й промышленной революции, член экспертного совета Российской Федерации. Он один из тех, кто влияет на стратегию развития России. Участники форума получили уникальную возможность узнать, как справляться с вызовами новой экономики и применять это в своем бизнесе. На основании его трудов сейчас строятся многие образовательные процессы. И как раз он сегодня делится своими наработками. Он дает темы и ключевые моменты, о которых нужно прям глубоко подумать. Подталкивает, да, потому что благодаря этому будет развиваться бизнес. На примере реальных кейсов предпринимателям рассказали, как быстрее конкурентов удостигать результатов. Первыми на рынке использовать идеи для развития и почему так важна цифровизация. Каждый участник получил возможность пообщаться с ведущими разработчиками бизнес-стратегии и обменяться полезными контактами для сотрудничества. У вас есть очень много хороших мест. Я уже себе тоже записала на мероприятия какие-то классные предприятия, которые занимаются внедрением цифровизации, диджитализации и так далее. Самая интересная тема, одна из интересных темов в данном случае для меня, это Олеся Луднева расскажет про то, как выстраивать HR-циклы, HR-бизнес-процессы в компаниях. Этот форум уже в третий раз проводится у нас в Барнауле. Прекрасная организация и очень интересные спикеры всегда. Сегодня только начало дня, уже немножко такое просветление есть. Надеюсь, что в дальнейшем, как всегда, маги с бизнес удивит спикерами. Поможем сохранить природу вместе. Редакция телеканала Катунь-24 приняла участие в экологической акции по сбору макулатуры «Кубок зеленого офиса». За сознательность и ответственный подход к сбережению природных ресурсов организатор акции «Экологическое движение мусора больше нет» вручил нашему коллективу подтверждающий сертификат. Причем в электронном виде, а не в бумажном, что тоже помогает сохранить природные ресурсы. Присоединиться к столь важному делу может любая организация. За подробностями обращайтесь к организаторам. Ну а пока у меня на этом все. Смотрите телеканал Катунь-24 и всего вам доброго!